Хотелось бы услышать кратенькие отчеты в понедельной практике, так что, Жень, начнем с вас. Микрофончик передайте. Какие вопросы, какие впечатления, что ужасного еще произошло? Так, всем доброе утро. Ужасно ничего. Значит, попытался на фоне обсуждений в прошлый раз успешных нидр у коллег. Попытался на этой неделе пару очков раз попробовать. Ну, не знаю, хорошо или плохо, не идет нидра. Не выключаюсь практически, нет этого пунктира там, да. Но я проверил своим прибором. 79% соответственно в состоянии покоя. Ой, теперь эти проценты, они... То есть, по ощущениям нидра не идет, я слышу почти каждый шаг. У меня там приборчик есть, энцеллофограф. Вот, он фиксирует альфа, бета, ритмы, все ритмы фиксирует. Короче, страшный ужас. Да, да, да. Ну, могу показать. Ну, в общем, я не знаю, хорошо или это плохо, потому что вроде как нидра идет у практиков, которым она нужна, да. Если тебя вырубает, ну, как вы говорили, значит, есть причины, по которой тебя вырубает. Вот, а меня не вырубает. Ну и ладно. Зато прибор доказывает, что все равно отключение происходит. Ну, это нужно будет подумать еще, потому что иногда людей начинают вырубать и через месяц, и через два предпослушивание нидра. Ну, я редко делаю нидру, если честно. Она длиннее на минут 10 шавасаны, поэтому, как правило, я заканчиваю шавасаной. Ну, вопрос, а нидру дело, зачем? Вы же вроде не устаете особо, да? А, да, ну, хочется, она же, это же рабочий инструмент, вот, поэтому. Ну, это, в принципе, терапия чрезвычайных обстоятельств. Когда человек устал, вымотался, допустим, не выспался, тогда, а так, если все в порядке, то зачем? Ну. Когда на фоне усталости, например, она может идти лучше. Вчера начал практику, попытался начать практику в 10 вечера. Так. Все дела закончил, в 10 вечера пытался начать. Понял, что красиво на практику нет. В итоге, в итоге сделал, там, расслабился дыхание. Потом попытался помедитировать. Все ноги затекли просто так, чтобы потом еле пошевелил. Ну, и потом уже понял, что никакой практики сейчас не будет. Вот, и как раз закончил нидры. Ну, такая история. Ну, насчет вот этих приборов. Да, это так, игрушка, как бы. Знаете, был какой-то такой анекдот. Когда изобрели аппарат для чтения мыслей. Ну, еще при социализме. Вот, значит, берут. Французы надевают ему шлем на голову. И там, значит, все мелькает. Женщины, женщины, женщины. Театры. Эйфелева башня. Потом... Берут англичане, она там, машины, машины, машины. Это русский такой смурной, смурной. Надевают шлем. Ничего нету. Дают увеличение. Раз, зеленая точка. Дают максимальное увеличение. Такой огурчик зеленый. Единственное желание, да? Поэтому, конечно, то, что там интерпретируют прибор. Видите, давно снимаются эти все ритмы, да? Альфа, бета, тета. Вот, вопрос был в том, что они показывают. Ну, альфа-ритм понятно, да? Что такое? А вот все остальное, на самом деле, когда мозг занимается во сне сканированием не всех органов, приведением в порядок систем, да? То вот это вот такие, как бы, ритмы, они последствия этой работы. Собственно говоря, да? Поэтому я бы такое большое значение придавал бы этому. Хотя это интересно. Хотя это интересно. Я специально посмотрел. В плане ритма, да? Ну, так вот, больше. Я специально посмотрел, какие конкретные ритмы он читает. Можно ли читать отдельных? Нет. Они читают, заявляют, что они читают все. Потом их там по своей формуле перемешивают и пытаются переделись, когда мозг активен с пассивными, расслабленными, в три состояния. Ну, конечно, альфа, в первую очередь. Ну, понятно. Как-то так. Нормально. Да. Жень, как у вас там? С практикой как чего? Практика есть, нормально. Практикуем. Самочувствие, настроение? Ну, нормально вроде. Так. Не без сложности. Как-то неуверенно звучит. Не, ну, просто сейчас все взвихрилось, и мы там переехали за город. А, то есть у вас там перемены, да? Да, да, да. Много перемещений. И поэтому... Но практикую я регулярно, встаю сейчас, вот, в 6.30 занимаюсь. Без напряжения? Практика. Ну, в смысле, не заставляете себя там... Нет. Ну, у меня практика расслабляет. То есть мне это нравится. То есть по сравнению с жизнью практика это очень хорошо. О, по сравнению с жизнью. А у вас есть сколько? Ну, где-то 10.30. И засыпаешь сразу? Ну, сейчас, да. Быстро засыпаю. Жизнь, да, интересно вообще. Это был такой Михаил Анчаров. Он писал, ну, он знаменитый такой, он первый бард, кстати, в Советском Союзе. Потому что был, значит, сначала он, он писал еще песни, исполнял их на фронтах Великой Отечественной войны. И еще тогда начал он. Потом был уже Александр Галич, потом Высоцкий, потом Акуджало. Так вот у него, значит, там есть такое, пусть вспыхнет боль безжалостного стра, пусть крики стра забьются в души в соннах, и жизнь страшна прекрасная пестра, прорвет покой впервые потрясенных, да? То есть там как бы жизнь, она всегда. Ну, ладно. То есть пока у вас нормально. Ну, да, да. Ну, кстати, в загородном хорошо практиковать. Там жить хорошо, наверное. Ну, там тихо, просто очень так, с утра встаешь и прям там... А у вас тут, в Москве? Ну, я просто сравниваю, да, в Москве всего машины какие-то слышно, еще что-то. То есть не такой, такая расслабленная атмосфера. Ну, ладно. Спасибо. Что у вас с практикой на неделе? Резюмей. Ну, у меня был небольшой перерывчик, я ездил в командировку, вот, немного подзвелось. Я только начал чувствовать вот это вот, что не надо ничего делать. А часто у вас в командировке бывают? Не, да редко достаточно. Ну, ладно. Вот. И что-то у меня вот после нее как-то у меня подзвелось, и как-то вот я не мог расслабиться. Вот последние пару дней вроде как-то уже начиная опять, мне кажется, прощупывать этот момент. Вот. А по поводу нидры... Что-то мне кажется, у меня какой-то вот мешает, у меня, мне кажется, шея как-то напряжена. Вот у меня как-то вот я лежу. Как вы считаете положение головы тогда? Вот, чтобы под голову подкладывать. Вот я начал подкладывать, да, у меня пару раз получилось, но вот вчера что-то опять не получилось. Что-то мне вот, по-моему, как-то не знаю, но там... Ну ладно, мало времени еще прошло. Просто маневрировать положением головы, вот и все. Посмотреть. Ну, в эксперименте, да. Тут уж как бы подбор условий идет. Вот, а так вот, ну вот у Деяны Банху еще делаю, соответственно. Ну, мне кажется, какой-то вот, не знаю, сейчас боюсь загадывать, но, по-моему, уже какой-то начал у меня прогрессить. И вот какое-то есть ощущение, что... Куда же вы денетесь? Как будто в животе, ну, как-то укрепилось, как будто все вот такое вот ощущение. Все правильно, так оно и будет. Так что это продолжайте. Передавайте нашему коллеге. Туда-обратно. Ни у кого такого нет, что после практики обостряется обоняние. Вот вдруг начнешь лучше запахи чувствовать. У меня бывают такие странные вещи. Вот я занимаюсь, я обо всем забыл. А потом вдруг, когда я приезжаю в себя, да, начну слышать запахи. Вот пахнут книги, пахнет металл, допустим. А у меня эти шарики, да, вот и остальные. Пахнет, и вот чувствую. Это первое, бывает иногда потеря времени, вот. Как мы говорили в прошлой группе. То есть вот занимаешься... К примеру, ты думаешь, прошло столько времени, например. Раз, сегодня прошло меньше по ощущениям, а завтра прошло больше. То есть вот, да, когда теряешь время, это хороший признак. Значит, вы расслабили. А с запахами вот такая история. Просто интересно, это в положительном ключе. Вот сделал практику, допустим, потом на улице выходишь, и гораздо острее, там, не знаю, запах травы, там, еще чего-нибудь. То есть... А, так это глюки, это не текущее, да? Это то, что... Нет, ну... То, чего нет. Ну, почему нет? Нет, нет, ну, на улице же есть трава, она там после дождя пахнет как-то, допустим. Трава у дома. Трава у дома, да. Зеленая-зеленая. У меня по умолчению воняние очень слабое. То есть я не чувствую. Нос там пол заложен, но вот после практики в течение полчаса-часа, час, чувствую запахи лучше, интересный такой нюанс. Интересно. Ну, а просто посмотри, что с этим будет. Я вспоминаю, парфюмер разве с кем-то сразу? Нормально идет, до потери времени ощущение себя далеко еще, конечно. В основном как у вас дела? Тенденция, да. Постепенно налаживается? Да, да, да. Лучше. Ну, вот хорошо. Быстрее засыпание приходит. Но, собственно говоря, по сравнению с тем, что было, что вы изменили? В практике или подходе к практике, и количеству практики? То есть вот стало налаживаться. Понятно почему или непонятно? Ну, там еще, помните, мы разговаривали, отсутствие алкоголя, наверное, очень большое дело. Ну, алкоголь. Плюс регулярность практики, да. Без перерыва. Да, все, слово алкоголь, меня сразу надо человеку убить сразу. Чтобы он не мучился больше. Это, конечно, моя личная, прошу прощения, но, понимаете, в таких состояниях, как у вас, да, когда срыв адаптации, любой, алкоголь чудовищно мешает. Он только ухудшает дело всегда. Я сколько раз это видел? Ну, на коротком промежутке помогает, а потом, наоборот, хуже еще. Ну, смотрите, вот типичный пример, допустим, да, ну, как говорится, вот мы с вами общаемся по каким-то причинам, и я вас достал. Ну, просто до невозможности. Вы берете там пистолет там парабеллом, и 9 грамм в лоб не влюбили, да. Все, нет проблемы. Ну, проблема утрома, вы сидите в тюрьме теперь. Понимаете, я вас больше не достаю, но вас достает тюрьма, да. То есть, вы просто сменили проблему, так и с алкоголем. Не бывало у меня, вот сколько я видел, мои друзья, да, те, кто еще живы, они начали это дело, эту эпопею, где-то, наверное, ну, с 15 лет. И продолжается она уже очень много лет, да, для этой эпопеи. Кто еще жив, ну, наверное, процентов 35 живых осталось. Так, а остальные, как бы, ну, в общем, в общем, вспоминать не хочется, вот обо всем этом, да, просто, ну, тоже друзьям, юностям, и мне как бы было от нее деться. И потом уже много лет, я уже там, когда, да, вот приезжаешь, собираемся. Первое дело, что? Ящик водки, ящик вино, и вперед, да, значит, и первый час ничего. Ну, почему, у меня, вот, Бадима, друг, упила 20 лет по 2 литра водки в день, не считая вина и пиво. Он живой, смотри, от него страшно, но он живой. Вот, да, Толик. Вот, ну, так вот, и, ну, вам сильно, ну, на самом деле, здесь не смешно, потому что это был такой парнишка, как два меня, да, даже больше. Вот, страшное здоровье, страшное просто у человека. И фамилия, кстати, у него Селинов, вот, который отражает вообще вот его природу. Вот, значит, и когда собирались, ну, да, где-то проходит час, по литру водки уже человек выпил, ну, каждый. Вот, и начинается голдеж, да, но я, как бы, вместе с ним, мне тоже весело. Проходит два часа, когда уже начинает, уже они, начинают орать уже, я говорю, все, пошли вы, я прошел, прошел, да, они там остались. Что я там делаю, ты тоже их делаю, да. Вот, ну, вот, как-то так. Поэтому спиртное, ну, бывают случаи, когда человек, не знаю, замерз, когда, там, его надо оттереть, там, как-то там, чем-то, да, но так. Ничего, да, ничего хорошего от него я не видел. Вот, я про себя не говорю, потому что я не употреблял, а вот, видел я очень многих. Видел, знаете, сначала все это смешно, все это смешно, но потом смех кончается, начинается что-то другое. Я могу сказать, такой случай, ну, это вот, ну, нарочно не придумаешь, я не знаю, как это, вот. Когда нам было лет, наверное, по 16, и вот мой друг Паша за мной зашел домой, это еще когда я в школе учился, да, или нет, техникум я уже учился, перед армией. Вот, и он такой фингал под глазом, говорит, трясется, я говорю, Паш, ты чего, говорит, папаша, говорит, гад, меня это уделывал. Я говорю, чего, да, вот он поймал, я курил, он мне запрещает, он мне, говорит, под глазом, вот, я буду все равно курить, буду курить. Ну, понятна реакция, да, пойдем покурим. Выходим на поле такое перепаханное, вот здесь вот тропинка, московской трассе, здесь, значит, метров 80, такой, ну, вот идет вспаханная земля, такой склон, там стоят дома. Здесь метров 50, тоже вспаханное поле, и речка, Салгир. А тут проходит метров 50 трасса, Москва, значит, Ялта, и там такая насыпь, и вот дорога, там фонари, все такое. А тут идет тропинка, вот, два тополя, и такая, ну, земляная тропинка, утоптанная. Стоим, значит, Паша нервно курит, значит, я говорю, придурок, ну, на зло папашу буду курить, ну, ладно. Вот, значит, вдруг какое-то движение, оттуда слева, потому что темно, там только вот дома светятся, да, и вот, а тут же вот пахота это, какое движение. Паша говорит, что такое, я говорю, не знаю, пошарили, нашли там, куда корял, на всякий случай взяли, значит, приближается движение. И непонятно что, приблизилось. То есть, ребята, представьте, от поля, по диагонали, по спаханному полю ползет в смерти для пьяный мужик. Он уйти не может, он ползет, по-пластунски ползет, перекатывается, что-то мучит. Ну, там мужик, грязный, как, ну, после дождя, на земле, как свинья вообще, да, то есть, невозможно, что-то мучит. Мужик, куда, чего я стою, он упал сюда, к мосту, без остановки. Смотрите, да, ночь, ну, это, это конец, это вот, ну, не придурок, торожься, да, но это смешно, да. А потом, когда одного зарезал поездом, другой там упал с пятого этажа, значит, третий умер от цирроза, да, и потом, дальше, 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 дальше. Когда были нормальные ребята, мастер спорта в баскетболу, мой друг, Витя Куликов, тезка мой. Значит, они, когда им было по 17 лет, пропивали стипендию сразу и сдавали кровь, чтобы купить водки. Вот один раз, значит, это, Валера пришел, их было двое, Валера и Витя. Значит, Валера, эту кровь не взяли, чего? Ну, мне, говорит, сказала, тетка, на белирубин проверили. Говорит, молодой человек, у вас, скорее, 50% вермута. Ну, то есть, да, смешно. Вот, хорошо, из армии, когда мы пришли, вот, а, видимо, нарушается обмен, я не знаю, что там нарушается, и они стали набирать вес. Через 10 лет, значит, где-то, может, после тридцатника, Витя, это моего роста, мой комплекс, он весил 190 килограмм. Это страх божий, это не зайти, не выйти, никуда, все. Ну, смотри, страшно, я говорю, Витя, ты чего вообще? Я говорю, ну, что ты делаешь, можешь, ну, как ты сбросил, не, мне все равно ужин. И он умер во сне, да, 34 года, это было чудовищное шаркое лето, как его хоронили, это страшно, я вспомнить не могу. Ну, это Валера, второй, он тоже, он маленький, ниже меня, такого тоже его разнесло. От него там семья ушла, дети, жена, он жил один, вот, время от времени запои, ребята его там покрывали на работе, да, значит, ну, это ужас. И вот, он настолько испугался, что бросил пить тут же. Говорит, Валера, тебе нельзя сразу бросать, ты же алкоголик вообще, кончик. Он бросил сразу, и через три месяца умер тоже, сердце не вытасло, да. И вот, а я могу рассказать о моей истории, не знаю, насколько. Ну, а смешного много сначала. Вот представьте картину, значит, парк городского Симферополя, аллея засыпана белым щебнем, мелким. Значит, сидят, мы идем, значит, и сидят два насчет мужика, один длинный точь, а второй маленький. Значит, маленький, готовый. А точь уговаривает, Миша, нам надо идти, а то, значит, мучить что-то, и все. Ну, мы прошли туда, идем обратно, смотрим пейзаж. Это длинный. Взяла там маленького, значит. Я просто, я посынулся, три пейзажа, держит его за ноги, за ботинки, а тот ее за спиной, то есть, понимаете, вот там. И вот, значит, его тащит, его руки, значит, вот туда весь, как сосиска, руки тащатся, вот такой след остается, да. И он, значит, шатается так, его волчат, значит, то есть, все меня, Миша, пойдем. Ну, это смех, это кино. Но потом, ну, это так, для контраста. Когда наступает зима, да, от белого твердого настоя любовника сходит с ума. Так вот, значит, поэтому спецназное забудьте раз навсегда. Если хотите жить, так это между нами, между нами. Хотел еще спросить, Виктор Сергеевич, насчет нидры, вы говорите, это терапия от критических состояний в текущем моменте, а предыдущая накопленная, она может вытаскивать? Не сразу. Когда вы более-менее начнете устаканиваться, это будет стравливаться часть всего этого накопленного яда, психосоматического, стравливается через тело в самих асанах. Часть через расслабление, через сны, через эмоции, через нидру, через тряску, ну, кого как, понимаете. Вот у меня был такой Паша Новиков, пациент, 23 года, у него было давление, он был сутулый страшный, бессонница. Ну, дело в том, что у него родители были очень состоятельные, очень. Вот, но они пьяницы были, они квасили постоянно. Вот Паша отрывались. Паша был мальчик для битья. Вот, я не знаю, Жень, вы, наверное, не застали. Он там лежал, в дальнем углу, его трясло. Да, не застали его уже. Ну, так вот. Потом начинал столовую нидру слушать, только стал потихоньку отходить. И вот трясло, как его трясло, это оно было видеть. Это вот, руки трясутся так, что их не видно, как спицы велосипедия. Стираются, да? Ветер идет. Вот, значит, и стал его отпускать, отпускать, отпускать. Стал, Паша, приходить, себя-то родителям не понравилось. Говорит, Паша, ты не ходи на йогу, мы тебе машину купим. Мерседес, только не ходи. Понимаете, им нужен был мальчик для битья. Ну вот, они привыкли. Ну вот, и вот, значит, он потихоньку, вот у него там, и где-то через, наверное, через два года у него вычистилось все. А последняя фаза была интересная. То есть, кончилась тряска, все эти дела с телом. Он говорит, вот я позанимался, а потом еду, допустим, на работу в метро. Вдруг у меня наступает, ярость наступает какая-то, беспредметная. Или тоска беспредметная. Вот мой эмоциональный стал сброс такой. Потом я тоже прошел. Ну и все. Физкульт, привет, говорю, Паша, живи. Значит, да, там много чего, но у всех это по-разному. Поэтому нужно доработаться до этого. Спасибо. Я уже забыла, о чем мы, изначально. Ну, я не занималась на этой неделе, потому что были выходные. Вот. Хорошо. Нет, на самом деле у меня было. Кто бы сказал, вот вы на нас выходные недели, поэтому я не кушал. Нифига, все кушают. Ну, все не так было. Не знаю, не знаю, надо, так надо. Я решила попробовать Нидру обратно вернуть, потому что я сто лет не слушала ни Нидру, ни Шавасану. И с понедельника начала, как раз в автобусе, пока еду вечером домой, я думала, это как-то продлит мой вечер. Ну, как бы я слушала Нидру в автобусе и думала, что тогда буду позже ложиться спать, потому что я рано ложусь сейчас, потому что не сплю. Ну, я пытаюсь уснуть, у меня не получается. Вот. И я начала слушать. Ну, то есть в Нидре все нормально, я сразу расслабилась, то есть у меня получается. Но результат она дала какой-то обратный, то есть спать стало еще хуже, чем без нее. Вот. И кошмары меня замучили, в общем, все сразу. Вот. И я... Так как с ведической нагрузкой? Просто человек не устал, он не двигался... Нет, вот я начала, добавила тогда физ нагрузки тоже, то есть все сразу, и Нидру, и физ нагрузку. Но я... Не то, что я вообще не сплю, я засыпаю, просыпаюсь, засыпаюсь, просыпаюсь, либо от кошмара, либо просто не так перевернулась, испугалась. Вот. Я вообще как отдерганная стала. И, ну, давно такого не было, я поняла, что я забыла, ну, что это такое, а сейчас вот опять началось. И, ну, в принципе, я думала, вот будут выходные, я там позанимаюсь на часа два, вот. А в итоге все, вот четверг и пятницу я просто прилежала в кровати, и все. И вот приехала развеяться, в субботу позаниматься уже. Само смена режима. Если вы работаете все время, неделя за неделей, месяц за месяцом в одном режиме, а потом режим ломается. Ну, да, ну, в общем, я вот эти выходные использовала, чтобы просто доспать то, что у меня не получилось ночью, можно так сказать. Только путем эксперимента. Ну, да. Можно идти. Лен, по поводу вот, все-таки с глазами, да, смотрите, я не знаю, насколько, конечно, это интересно, вот это, ну, Женя, может быть, это интересно, хотя оно уже просто без капитально. Кстати, можно сказать, я лицом занималась, например, в последнее время по йоге, у меня получилось с глазами в плане, я говорила, что у меня болят, вот это все, вот это прошло. Вот, ну, то есть нормально все. Ну, лицо начало расслабляться лучше, вот, чем, ну. Ну, может быть, связано, кстати, с сосном и с этим, там очень много звездок. Ну, может быть, ну, я имею в виду, что с лицом, как только стало проще, стало хуже, зато руки. Ну, я понимаю. Вот. Алина с лицом все хорошо. Как там, Муралька говорит, ноги мёрзнут, зато перчаток не надо, да, но тут ничего не сделаем, только эксперимент. Так вот, значит, речь идет о чем, что вот Алина-то занимается давно, да, и вот просто, ну, как бы, наверное, прошло время поработать с глазами, останавливая глаза, да, и смотреть, что там видно. Ну, то есть, собственно, техними медитации, чедока Жасхарана, да, созерцание пространства ума. Вот, для этого нужно ставить глаза и смотреть. И вот, значит, там четко, вот, как я тоже помню, да, ну, устройство-то у всех одинаково, нервные системы, в принципе, да. Значит, есть свои особенности у людей, но конструкция одна и та же. То есть человек, да, это 7 миллиардов экземпляров, повторенное только единственное мозг, да, потому что человек растет, у него свое пространство, в котором он растет, ну, как объект, да, и свои воздействия. Других воздействий нету, даже близнецы, когда вместе, да, когда живет вот эта часть пространства, это свои воздействия. Если они расходятся во времени, и пространство начинает отличаться, потому что разное воздействие, да, разная среда. Вот, а так, значит, ну, короче. Так вот, значит, эффекты, в принципе, те же. И мы, когда займемся йогой, да, то эта технология дает тот же самый эффект, невзирая, ну, есть личностные особенности, проблемы и прочее. Так вот, когда начинается процесс созерцания от пространства, и появляются образы, то начинает уходить сознание, начинает, начинает, как наркоз. То есть точно вот такое ощущение, как будто тебе, значит, в вену выливают, и ты начинаешь выпадать, да. Вот, значит, ну, там еще есть такое, это я говорю по своему опыту, да, когда очень глубоко войдешь и долго смотришь там это кино, то потом лично мне нужно полчаса, чтобы вернуться обратно, чтобы в нормальное состояние вернулось. То есть, вообще-то у меня, ну, как бы, для меня, как бы, такие вещи, как под, измея сознание, понятно, да, ну, вот потерять сознание, я не понимаю, что это такое. Ну, хотя по голове там бьют, не знаю, чем-то, да, то в любом состоянии, там, я не помню, когда в госпитале валялся, там, температура выше 40, там, да, и прочее, прочее. То есть, ну, сознание не отключается, оно изменяется, но совершенно по-другому, так, вот, и возвращаться к его нормальной структуре, к нормальному восприятию, ну, сложно, да, если там какие-то, если я сильно отклонила. Вот так и здесь, вот, в медитации, вот, когда уходишь глубоко, то пока выйдешь и восстановишься, это наркоз, потом ощущение, конечно. Так вот, значит, да, Лена начала работать с глазами, и стало появляться некие такие вещи, намеки, да, Лена? Угу. В каком виде это все? Как это происходит? Ну, сначала расслабляется, ну, как, я расслабляю глаза. Но мне сначала не останавливались, так ведь? Ну, сначала нет, там в Синак был вот, ну, какой-то такой легкий тремор. Сейчас, ну, чувствуется, что глаза более, ну, наверное, лучше расслабляются, да, появляется некий фон. То есть они могут остановиться потенциально, да? Да, они могут остановиться, и более того, ну, начинают лучше чувствоваться, ну, как бы, не только глаза, но и область глаз, там, вот, в районе переносится, ну, вот, вот эта часть. Ну, да. А, ну, я фантазирую, но... Сколько времени примерно уходит, чтобы это все остановилось? Ну, минут 10, наверное. Ну, то есть, вот... Ну, как минимум. Да, минут 10. Нет, нет, это отдельно, это отдельно. Это все делается отдельно. Потом, с вами, можно совмещать, и другая история уже, пока не говорим. Вот, потом, ну, наступает какое-то такое вот ощущение, что есть некий фон, и, ну, он темный, как правило, да, и в нем в какой-то момент начинает что-то появляться. Ну, что-то вот, ну, движущееся, и здесь, ну, как бы, главное не переключиться. На экране начинает проступать движение. Да. Какая-то динамика. Да, появляется динамика, и всегда, ну, то есть, хочется, ну, как бы, вот, рассмотреть этот образ, но в этот момент я начинаю еще больше расслабляться, потому что, ну, как только вот переключается фокус внимания на образ, он тут же исчезает. Ну, и вообще состояние теряется моментально. Поэтому получается, что можно смотреть только на экран полностью. А если, то есть, понимаете, глаза выключены, да, там... Короче, вот эти, когда закрывают глаза, там темнота. Ну, тех, кто не видит, да, на образах, темно там просто темнота. Ну, а темнота первого рода. Когда глаза расслабляются полностью, да, они останавливаются, то, в общем-то, мы видим, почему. Потому что глаза дрожат. Частота от 80 до 100 до 20 Гц. Поэтому мы видим. Да? Если движение остановить, то будет только серый экран. Но другая история. Вот. А здесь, получается, значит, когда вот там все останавливается, да, и начинает проступать некая вот эта динамика, непонятно что. Ну, вот у меня там кино идет любое, там может быть чего угодно. И чем яснее ты это видишь, тем меньше тебя остается. В конце концов, начнется полноформатный фильм на любую тему, я не знаю. А ты, тебя уже нет. И, собственно говоря, ты потом, когда приходишь в себя, ты вспоминаешь, что это было, да? Вот. Ну, так вот здесь как вот так вот тоже начало какое-то. Да, да. Да, но кино полноценное я не видела еще. Да, но это не сразу. И там есть. Ну, обсуждали, да, нет. Ну, просто это мы все обсуждали тему раньше. Потому что у него уже долгая практика, и поэтому… А я просто хочу сказать, что вы такие же целевые ощущения, но кто думает шавасана? То есть, кто то… Печитай, пожалуйста, на микрофон. Ну, я думаю, это немножко другого, но все равно интересно. Спасибо. Вот то, что сейчас Лена описывала с точки зрения ощущения, и даже по времени плюс-минус совпадает, в тех случаях, которые я называю «шавасана пошла». Вот, а шавасана пошла после, как правило, после, когда сама практика пошла. То есть, бывает, как практика идет, летит, как бы, да, и вот в конце завершающей шавасана, примерно где-то минут через семь плюс-минус, с седьмой минуты по десятой начинается вот все прям… Прям вот слово в слово, как она сейчас рассказала. Именно поле зрения? Да, сперва темный экран такой коричневый, потом движение. Такой вопрос. Вы когда… Вообще, вот вы думаете образами? Ну, как думаю… Вот сейчас думаю не образами, сейчас думаю… Ну, у всех режимов включается по-разному.